Хорошо, единственный момент, что там был спиритбрекер у противоположной команды, который этому самому вещдоктору вмешал чуть менее, чем полностью. То есть каждый раз он откладывал либо Чардж, либо NetherStrike для того, чтобы этого вещдоктора, ну, прерывать ему, разумеется, его каст. Того же самого Deathward, да, Windranger, появляется MVP Phoenix и... Да, спрашивается Диас Лордар. Да, спрашивается Диас Лордар. Может быть, еще появится? В принципе, место ему можно найти. Ага, вот он, вот он, вот он, вот он. Все очень лично про. Бан пятый от MVP Phoenix, и я так понимаю, что нужно банить кого-нибудь реально из хороших керей, которые могут выйти в жуткий лейт. Причем я понимаю, что клевера могут выходить в жуткий лейт, они это показали буквально вот на прошлой карте. Соответственно, тут и подерется активненько. Слушай, а Гирокоптер-то вообще его забыли? Банят Хускара. Про Гирокоптера забыли вообще. Его не было нигде. Я думаю, что как раз-таки клевера, но они сейчас задумались, либо они сейчас будут этого Гирокоптера банить, либо они что-то будут с этим делом придумывать. Потому что без него он должен быть либо в пиках, либо в банах. Но поглядим. Меня больше интересует то, как Коас играет на Windranger в этом матче. Это один из его тоже очень хороших героев. Вот, Гирокоптер отправляется в бан. Феникс, turn to pick. Он с Виспом очень хорошо работает. А еще кто хорошо заработает с Виспом, так это Чаус Найт с диким выходом в лейт. Мы уже с тобой сегодня вспоминали о том, что его незаслуженно игнорируют команды на протяжении очень долгого времени уже. Последний раз, когда он был, я уже даже не помню, когда он третий раз был в Кампетензмоде. Не, ну и здесь MVP Феникс добавить в кургероя. Такого можно даже дефолтного. Можно Квапу тоже сам взять пик, тем самым не испортишь. Она, в основном, твоя задача будет выполнять. Будет при этом еще хорошо стоять на лейне. И не особо будет требовать саппортов, наличие рядом. В принципе, делайте там отводы, занимайтесь своими делами. А Квапа само по себе один на один очень хороший герой. Да, тем более, что он на один на один может вырубать, например, Вишки Ацкого. А тут интересно, что у нас будет. Ну, Джаггернаут появляется, MVP Феникс. Это тоже герой, которого нам стоило бы даже вспомнить на место коргероя. Либо его, либо Сларк могли бы сейчас попытаться взять, но все же ближе к Джаггернауту, наверное. Ну, знаешь, формула азиаты равно Джаггернауту, она работает. Не всегда, конечно. Не всегда, но в большинстве случаев. И Форс Элл, Ласт Пик, Тинни, Висп, Даззл, Слардар. Видим двух саппортов. Тинни, Висп, Корейс, Вл, Мидл. Ну, а может быть и нет. Ну, я думаю, что все же да, потому что... Вайпера. А давай вот Вайпера реальный. Вайпера в мид, Тинни, Висп, в легкую линию, Слардар в сложную, Даззл вместе со Слардаром. Не, ну, могут взять. Вайпер сейчас очень часто появляется. Вот. Пожалуйста. На нем, кстати, Нико сыграет. Вот, блин. Вот хочется посмотреть. Сейчас его решение закончится. Я приду дома, гляну, сколько Нико винрейт на Вайпере. Потому что реально на нем... Он сегодня сыграл великолепно на Дарк Сирии. Сейчас еще на Вайпере в который раз. Как и на прошлой карте. Пусть у него Вайпер не удался. Он его все равно сделал. Таким, как надо. И команда его все равно одержала победу. В общем, Нико будет играть на Вайпере. Пайкат играет на Слардаре. Даззл это Саксо. Секси Бомбои это Тинни. И Гэмм это, конечно же, Висп. Такие дела. МКО, АО, МВП Феникс. Соответственно, МП будет играть на Джаггернауте. Виндрейнджер. Замечательная рыжая девушка достанется. Кьюо он будет играть. И на Миду, разумеется. Ну, Вичдоктор один из саппортов будет отыгран Райзеном. Соответственно, где-то у нас еще один саппорт, который также у нас исполняет... Ну, у нас же там есть... Да-да-да, Дубу. Дубу, да. Сыграет он на Спиритбрейкере. На Спиритбрейкере. И Дум. Да. И Дум достанется, соответственно... Ну, кому-кому у нас там... А, Дубу на Спиритбрейкере, да. И, соответственно, Форев тоже, как и на прошлом матче, будет играть опять на Думе. На прошлой карте. Если быть точным. Ну, что ж, отправляемся, ребята. Это было два противостояния. 1-0 в пользу четырех клеверов. И Лепрекона. Дубу уже сразу с Террипорта пришел наверх. Поставил там вардецкий. И все у него хорошо. А вот ребята из клеверов сейчас... Прям бегут, бегут, бегут. Торнуруны. Потому что им нужно ее контролировать. Потому что они хотят за нее драться. И более того, они там могут исполнить сам деревья ФБ. Слышечку. Верка здесь. Будет ли она вязать что-нибудь здесь? Слишком молода, чтобы вязать. Масочки. Ну, как бы. Неважно. Ну, рунг-контрол, кстати, может быть даже довольно-таки интересным. Потому что вокруг одной руны ребята собираются. Это может чем-то интересным закончиться. У одних с одной стороны вайпер, у других джиггернаут. Оба хороши на ферстбладах. Именно так. Покрутиться, повертеться. Вот он уже в лейдфьюри вкачан у джиггернаута. Да, готовы драться MVP. За руну. Нико занимает свою позицию. Гоняется к Сибамбу. Нико, в принципе, руну надо забрать. Рейзен. А тут MVP решили. Все-таки давайте-ка отойдем. Хотя на чарджи могли бы там в кого-то попытаться ворваться. Да, может быть. И Берлик, кстати, на мувспиде со спринтом еще и пайкат старается отжать руну в топе. Интересно, получится ли у него дуба на него делает чардж. И он сразу... Ай-яй-яй. Форик трудно забирает. А попытка-то неплохая. Задумка интересная. И тамада хорошая. Да, и конкурсы веселые. Я тоже сразу вспомнил про эту фразу. Ну что же, приходят игроки на своей линии. И начинается, можно сказать, игра стадия лейнинга. Сакса в Харлине. Будет встать вместе с пайкатом. Мидл, понятно, Никуа. Это я про команду Фурцелл. И также дабла на топе. Дабла из Секси Мамбу на тени. И Гэма на виспе. Ну а МВП Феникс. Все тоже по классике. Вич-доктор. Соответственно, у нас Джаггернал там внизу находится. Наверху у нас есть Дуба, который исполняет Спирит Брейкера. И там с ним находится Дум Чанский, кстати. Вот. Ну и Миду. ВР-ка. Йо. Он исполняет. Он исполняет, на самом деле, на большинстве мидеров. И... Опачки. Под вышечку. Форев отправляет. Он врубает землю. В принципе, с неплохим дамеджем в ответ еще и с критами. Он так, что с ним лучше в драку такую в рукопашную не вступать. Он может еще ответить. А вот пайкат с акцией. Мне интересно вот эта Дабл Линия против этой Дабл Линии. Оба друг друга должны убивать. Экшен должен быть. И я даже не знаю, на кого здесь поставить. Кто смотрится интереснее. С одной стороны, Джиггернаут будет веселее убивать с Блэйд Фьюри. С другой стороны, понимаешь... Тихо убьешь, будет крест. Есть. Да, да, да. Там есть крест, а тут есть касочки. Которые могут, если что, еще и подстанеть. И опять же, может быть такой момент, когда, например, будет пытаться с акцией давать крест. А Вич-доктор при этом, ну, каска отлетит. Соответственно, у него раз, он будет стоять в микростане. Два микростанчика, и все. Кстати, Чарльз Секси Бамбун. Там еще нейтрал помогает. Оттосил он обратно дома. Форев туда прийти не сможет. Ну, а Дубу сам там не справится. Пока есть чем ответить. Волончить из пары секунд. Ну, ЕГЭМ здесь будет готовиться, что руну законтрить, отпить, восполнить боттл, вернуться и захилить. И пополнить тьману Тинни. Момент, главное, держаться аккуратнее с Экси Бамбу. Кстати говоря, именно с Экси Бамбу играет на Тинни. Если вы обратили внимание. Я как-то сначала не придал тому значения. Ну, да. Он исполняет. Он исполняет довольно-таки неплохо. И я не уделен тому, что отдали именно с Экси Бамбу и найти Ника. И в миде Нико может погибнуть. Скорее всего, это даже тверд блат. И если бы не вмешался Дубу, вряд ли Коба мог исполнить самостоятельно. А помощь ему была нужна. Крипстат был большой довольно-таки у Вайпера. И Ника со своей задачей именно на 1х1 справлялся и существенно переигрывал оппонента. Да, и более того, Вайпера, особенно просто Вайпера. Против Вайпера стоит Вайпера. На самом деле, довольно-таки сложная задача. Но, в любом случае, к его враг делается. На миду бутылка летит. И все у него будет хорошо. Смотрим наверх. А здесь у нас Экси Бамбу. Вместе с Егеймом на Егейм берется разбег. Ну что ж. Егей просто вернулся на линию. Может быть, даже Егейм чуть жахнет. Ну, типа, убить его. Вряд ли получится. Хотя, смотри, сколько он стычки дал. Ну, а у него, опять же, криты. Но может зажечь землю и напасть. В принципе, это реально. Но Тинни можно развести на ману. Ну, даже вот не добежал Дубу. Вынужден был отброситься с Экси Бамбу, дабы. И поставить свой тиммейта. На ботим. Солан Экварьер. Под Лохопа, ребята. Тут у нас забегали под вышку. Под Лохопа у него. У Эмпи. Тот отхилится вардом сейчас. Ну, опять же, спасло его Блэйфюри. Иначе бы мог бы погибнуть. Да, еще один разгон на Егейм. Тем временем наверху. Но, опять же, будет ли попытка его убить. Да, оттосывают. Оттосывает пока что Думчанского. Идет он на земле. На земле. С землей поджигает. Но здесь уже и вышка начинает орехи накидывать. Да и дальше продолжать смысла не особо таки нет. Что, тем временем, не зубами помирает Личдорг. Да. Ну, сыграть решили уж. Хотя бы как-то ребята из Форс Эл здесь. Больше в агрессию. Даже не в Джаггернаута. А по саппорту на топе. Секси Бамбу. Чуть не погиб. Погибнет Дубу. Заслуга Секси Бамбу. Это весьма интересный момент. Играющий, опять же, на руку команде Форс Эл. И Миддл Коан. Вбивается. Регеном. Вот сейчас продолжает ли спиритбрейкер. И может выйти куда-нибудь еще. Не разрешает остановление. Потому что он, типа, только что умер. На Пайката взялся разбег. И Пайкат еще. Знаешь, в том моменте Сакси уже забежит. Сейчас нападение на него уже начинается. Пошел Блэйф Юри. Рядом находится Сакси. Тот кинет крест. Тот забежит под вышку. А дэмэдж расплетится. Они не смогут столько же выдать Саксу. А дуба, к сожалению, не мог никак поменять чардж. Уже в того, кого надо. А Пайкат, слушай. Да, он не стал бежать дальше. Тинни в этот момент вновь делает фраг на думе. Вместе с ЕГМом оформляет второй фраг. Свой Секси Бамбун. На этой карте. Ну, а там, конечно, не стал бежать спиритбрейкер. Понятно, по известной причине. Ну, что могу сказать. Пока что Форс Эл. Вначале на киллах. И, в принципе, на скилле на своем. Да, где-то на личном. Где-то командный. В миде мы видим, как падает вайпер. Только что здесь вновь подбежал дубу. Ну, как видите, хрупкий баланс в миде. Если один вайпер может уничтожать Коа на Верке, то чуть стоит кому-то добавиться. Верка... Да, так сразу уже все плохо становится, да. Верка становится в разы сильнее с Папрошотами и всем остальным. Так что в миде пока 2 кило издала команда ВП. На всех трех линиях пока стараются делать, кроме мида. Так, Секси Бамбу. Тут уже Аваланчик. Есть ТОС. А, это много дэмэджа. Земля пошла. И, ну, конечно, пару секунд и ТОС, но подвышка уже находиться в этот момент, наверное, не хотел бы Секси Бамбу, поэтому отступаем. Ну, слушай, если он сейчас еще раз... Так вот на Саксу. Сакс, кстати, между прочим, на себя кред повесил. МП чуть было не убили. У него есть стики. Он пока что... А, Краш получает, отправляется домой, там и... Но размен, сам понимаешь, саппорта в коргероя, это немножко разные вещи. И Фурселок, и здесь... О, слушай, на топ глянь. Вновь. У нас несколько... Забыл, наверное, Форев о том, что ребята просто пошли руну, взяли и вернулись обратно. И ЕГМ, там, фуллману залил Секси Бамбу. И 3-5 уже счет на карте. В миде у нас вновь погибает Вайпер. У Нико сейчас вообще не прет. Откуда не берут столько драк? У нас прошлая игра была, там, первая драка вообще появилась. Ну, хотя бы не учнем, наверное. И Пайкарт. Тем временем, пока там по дамал дэмэджам на боте гуляет. Парм у него, в принципе, такое. Ну, слушай, фармят на всех линиях абсолютно. В миде ВРК 27 крипов. 23 крипа у нас у Нико. Ко имеет 1-0-2 кода. Да, 2 ассиста, к сожалению, ему доставалось лучше, чтобы, наверное, киллами все вышло. Секси Бамбу на топе. Мало того, что крипа, так еще и постоянно у него здесь форев загуливает. Он вот 3 килла имеет. 3-0-0 кода. И начал довольно неплохо. Нико возвращается обратно. А на топ, мы видим, еще перемещается у нас весьма интересный товарищ под смоком. Ведь доктор. А виспа пока на линии нет. Об этом, конечно же, сам должен понимать Секси Бамбу. На него делается чарж. Интересно. Не успевает он отброситься валанчем от того, что он набегал дубу. Но тут еще иду. Ручили на верочку сыграть ребята, и все у них получилось. Да. Небольшой даже стриг, и 300 голды за него получили ребята. Кстати говоря, и вышку захотят за собой забрать. Почему? Потому что туда даже все перетянулись, в том числе и EvenRanger. А нас под фокус-фаером здесь очень кстати. Миттарка свободно чувствует себя вайпер. Нико, наконец-то, может взахнуть спокойно. Но в этот момент, в самом-то таки, уверенными темпами MVP пытается выбить себе. Немножко голды. Ох, как две ТП-шки сразу. Секси Бамбу у Фори. Он бросит туда еще до Крипа. Пришел сюда Слардар. Кой. Ну, и Секси Бамбу уже не представляет угрозы. А отпился флаский Фори, это может быть интересно. И дубу на чарджи. Оз, Крипа туда. Рейзен. Да, переключились очень многие. В том числе и Пайкат может быть поймать дубу. Тот на чарджи уходит на линию. Нападает при этом на Секси Бамбу. Трял немножко по ДВЛ, он бросился фласом по Фори в Секси Бамбу. Пайкат также отстанется от Ко и убегает, иначе будет плохо. Но понимает, что драку здесь начать уже не могут. Что пытаетесь сделать дальше? Форцелл. Что хотите? Дубу? Дубу хотите? Дубу уходит? Великолепный Шейкл Шот. Правда, Крипа он закинул к нему чуть ли не через полкарты, а там его убивает Вайпер. Обратите внимание. Прямо втагонку на мой кинуть успел, пока он его видел. Но одним киллом дело обошлось. Я думал, что будет все несколько иначе. И к девятой минуте мы видим вот такие показатели по Нетворсу. Да, я вообще в шоке на самом деле, потому что 5-6 за 8 минут устроить. Плюс еще драки. Игра активная, Дота активная, и мне это нравится. Это классно, это хорошо. Все реклеверы и репреконы против следственной MVP. Далее будут проблемы у Никвы. Нет, отменяется. Разбег. Пятый уровень берется Беспиритбрейкер во время этого разбега. Ну, а Зландар уже седьмой. О чем бишь я? О том, что Пайкат может идти и наделать грязи где-нибудь. В то время как его берет и раздамаживает вышку потихоньку с фокус-файера просаживает ее уже наполовину. Виндран потрачен. Наконец-то успокоились. Хотя нет. Накаркал я. Валенчем аж секси-бамбу промахнулся после этого. Ну, думаю, успели отправить непосредственно в довольно важную цель. Сакс, он же Даззл. Рядом Висп находится. Спорив пока под землей. Рядом находится Рейзен. Ну, тут 3 в 2 можно, в принципе, сыграть, если ЕГМ вовремя подключить со спиритами. Рядом вроде как ничем не грозит. А Миддл выфармливает Ника всю свою Мекку. Она ему очень нужна. Но по Нетворсу, обрати внимание, он отстает не так далеко. Хотя, ну, не знаю, даже киллов у него ни одного нет. Его 3 раза убили. Я думаю, что все-таки разница в таком случае должна быть больше, а не то, что мы видим на экране. Именно так. А пайкат, кстати, мы про него совсем забыли. То, пока вы, блин, свой... Ой-ой-ой, шеклшот. Дерева не было. Ну, он не брокнул особо, да. Ко. Ну, вайперстрайк, в принципе, не стал давать Ника. Так. Ну, по большотеку, вот он. И более-менее тишина, наверное, наступает у нас на карте. Да, не скажи. Сейчас на пайката, может, что-то готовит. До дуба приходит. Правда, Незерстрайк бы ему, в таком случае, можно было бы все действительно прям для... Да, красиво. Наверняка, да, чтобы забрать пайката за то время, пока он его дизейблит башами. Соответственно, подходит Джиггернаут. А Джиггернаут все-таки непростой, если он не слэшем. Плейн, обратите внимание, Форев. С думом, через 18 секунд я ему успалил. Он тоже не один. И никоя. Вот артефакты, посмотрим, что к чему. Мико готовится у Нико. Здесь мы видим пока что что-то начальное, что-то пока до конца непонятное у команды MVP Phoenix. ПТ-шки, фейзы, просто ботинки, транквилы и так далее. Пока ничего более конкретного здесь мы не видим. Так, а МП получил... А, ну, ладно, жить, поживайте. Мико, кстати говоря, может погибнуть. Он Винран юзает, и туда летит Вайпер Страйк. Но на Винране тот довольно-таки далеко успевает отойти от соперника. К тому же и Рейзен приходит ему на помощь. А Секси Баба просто ждет, когда с него Дума пойдет. И правильно, он выживет. Вполне спокойно. Да, там Биспо захилит, он будет фуловый. Интересно, будут ли они отвечать. Что уже второй Дум, который... Ну, не заканчивается смертью. Да, именно так. Не реализовывается настолько серьезно, насколько мог бы быть реализован. 6. Преимущество, соответственно, у команды 4 Клевера и Лепрекон в полторы тысячи. Примерно по золоту, по опыту... Там же где-то вот-вот там, вокруг этого всего дела. Такс. Нападение на Дуба или нет? Потому что Реалокейт, Реалокейт, дальше Стоц, Аваланч и Краш. Ну это, кстати говоря, может чем-то плохим закончится. Если Секс Бабу вместе с ЕГЭМа вместе отправиться, их там на топе, будут принимать под смолком. А ЕГЭМ пришел один. Ну и грамотно. Грамотно, грамотно. Лучше умереть одному, чем подставить еще и поикать еще. Хорошо, Секси Бабу. 4-1-1. У него имеется блинк уже на 13-й минуте этого матча. И это довольно-таки неплохо с другой стороны. Кроме этого блинка, у него и в ПТ-шке ничего не имеется. Аваланчем промазал, покрутился в Блэйдфьюри. Наш дегернаут и отправляется... Он вполне спокойно дальше, куда шел. А именно домой. Просто своим пешком, а не специальным билетом. Так, секунду. Пайкат ЕГЭМ на боте. ЕГЭМ-2 тысячи сто имеет. Блинкдаггер прибудет. Ну тут свободно дофармливал, его ни разу не убили. Это он убивал там различного рода вичдокторов и джиггернаутов. Два кило он на счету на своем имеет. Приходит Эмпи, также Дубу с лесу. И Пайкат, наверное, блин, не очень вовремя. Может, этот Айти накапает золото на Брингдаггера. Он уйдет, но тут находится Секси Бамбу. Слушай, интересно, может закончиться этот момент? Висит Ампли Пайка. Врывает Секси Бамбу. Забирает он в Ракварер, но не убивает его полностью. Извиняюсь, я уж думал, все-таки заберет. Теряет виспас Секси Бамбу, отступает Брингдаггер, покупает Слардар. И Дум отправляется на Секси Бамбу. Слардар может вернуться, как-то подстанет, хоть как-то может помочь. А то и задинает свой тиммейт, а Никуа помогает ему Меккой. Но Адафор его все-таки здесь. Ну, Чарж, все, Секси Бамбу до сих пор жив. И, скорее всего, выживет. Он не слэш, пошел Соло Ракварер. Он же Аймпи. В Глэйд Юри, крест вешает Даззл. Погибает, конечно. После этого Брингдаггер вновь прорывает Секси Бамбу с прокаста. Забирает одного, при этом все еще живет. И пауэршот ему в спину летит. И Чарж на Никуа. Сразу переключается Дубу. ЕГМ приходит сюда. Захиливает Никуа. Тот в ответ должен бить Форева. Или Куо. У того, кстати говоря, сейчас Виндран закончится, и он поврет. И тут же еще Форева достает Дубу. Делает Т-балт. Форева достает Никуа. И это, наверное, четвертый фраг в копилку команды Хорсел. Если брать в целом сейчас, то Трипл Кик для Нику это очень важно. Очень и очень важно, потому что это самый Вайпер, у которого не особо хорошо все было с фармом. Да, он сейчас пополнит. Догон вынес Меку себе и все равно будет классно просто. Команду различными рода айтемами, которые помогут им именно непосредственно в Пайтах, если Меку уже есть. Я думаю, что можно, в принципе, даже Аганим собрать. Именно так. Ну и различного рода другие артефакты. Какого-либо рода ауры и не только. Ну или хотя бы там, не знаю, можно Shadow Blade, там тот же самый, как некоторые предпочитают. Можно Геймер Кейп собрать. Хотя это больше заслуга, конечно, должна быть саппортов. Да, теперь обним убивает у нас Джаггернаута, просто потому что он, ну, стоял. Не особо удачный датчик. Ого! И секси-бамбух! Как заливает он демоджа! Ого! Не выживает Рейзен, не выживает Форев, не выживает! Это опять! Бывает ли, не отходя от кассы, ребята, делают 4 фрага подряд. И пятом, может оказаться Дубу. Дубу, чардж, делает чардж. И уходит. И тосиком в него, но не попадает. Как-то бойкат там залагал немного. Ну, да. А если бы он еще и реально его застанет успел... А, он его застанет! Он мог бы убивать, то он пришел на эти прыжки, ему на перерез! Вот это да! Ну, великолепно сыграно всей командой Форсейл. Тут я не могу похвалить каких-то отдельных игроков, потому что то, что мы видим сейчас на графиках, это исключительно командная работа. Прийти с телепорта на вышку, на чардж. Все бы забили бы болт все, нафиг он нужен, нафиг он нужен! Да, 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 он уже бежит, ускакала корова космическая. Приходит и бабах, 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 и до свидания. Господи, я не могу. Красиво! Просто краси-во! Байката взяли разбег, но если это будет такой же разбег, к нему он был до этого, ничего хорошего из этого не выйдет. Разумеется, преимущество команды 4 клевера и реприкон 7 с половиной тысячи золотой. По опыту здесь примерно такая же сумма, такая же цифра имеется в виду. ЕГМ, секс и бомбон. Они готовы, в принципе, выходить и устраивать разного рода грязь, и, скорее всего, они это дело устроят. А, релокейт, релокейтик, релокейтик как раз-таки на МП. Он в Лайфуре крутится, он пытается уйти, конечно, но его уже никто отсюда не отпустит, потому что спириты прямо за ним были. 3-2-1, и виспу, кстати, бы, на самом деле... Его там опять продолжают, еще вместе с Экси Бамбу, они разбирают Рейзена. Дубу, может быть, забрать ЕГМом, он забирает там еще башу сверху фрокой. Дум отправляется на Экси Бамбу некую рядом с Вайпер Страйком. Вайпер Страйк, Форио. Рядом находится Ко. Ко, Чардж и Фоу. Там еще и... Там еще Мека была только что. Сэкси Бамбу не факт, что умрет Сакса. Себе дает крест. Подбрасывает Тосом Дубу. Дубу погибает. Райзен дает каски, он их задержит. Здесь еще Сакса живой! Врывается Пайкат минус Форио. Сверху прокает Баш. Сакса погибает, но все равно как будто издевательство. Да, сейчас 3-2-1. И Тос, Тос! На тебе, сверху стан Слизерин Краш. Минус Рейзен. И блин каут. И обни Сэш. Его нет, он просто не дал его. Уходит Блэйд Юрий. Наверное, ближе он уже не подойдет к сопернику. Пайкат не имеет стана. Нику, наверное, стоит отойти. Там уже Виспы. Все остальные команды. Фосэлл все-таки стоит остыть. В данный момент. Не стоит рваться дальше. Да, на самом деле, я думал, что у Виспы есть вообще идеальный план. То есть, по идее, он имел в бутылке руны невидимости. И мог вот, когда они прилетели, там Тиня оставить наверху, да? А сам уйти, нажать руны низа и отойти. Потому что ни у кого из ребят из Замбипи нету с собой никакого вообще детекшена, да? Но они решили войти вдвоем, впитать в себя в Doom, впитать в себя вообще все, что угодно. Более того, наверное, в народе еще сделать 3 кила. И отдать всего лишь двух своих персонажей. Это что вообще за дота происходит? И я сижу на это, смотрю и как-то... Ну, на самом деле, все бы игры были сегодня такими, на самом деле, мы бы с тобой не заметили, когда день прошел. Мы бы не сидели и не думали, что, ой, наверное, игра будет активной, то мы сейчас заснем. Нет. Ни в коем случае. Бывает такое, что сидишь по 12-13 часов, смотришь в доту или играешь в доту. Настолько интересное. Настолько классное, что ты этого времени, проведенного за, допустим, у микрофона или у компьютера, ты его не замечаешь. Повторяю, секси-бамбу, вместе с егэмом паре начинает разваливать вышку на виду. Тем временем, наверху есть пайкатища. А там вновь наперед прыгает секси-бамбу, обратно отбрасывает кло. Есть твендран, нет твендрана. По-моему, здесь нет выхода уже. И ватсан. 11-21. Просто щем лень и медаль. Там Дефар стоит, на самом деле работает. И у секси-бамбу большие проблемы с вторым. У него аегис. У него аегис. Егэм. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Урна. Пошел. Ну вот и фориеву, и даже импи не достается. Какой-то висп. Они уже, если честно, киллов не делали. Ну как сказать. Дорого. Нет, но они сделали там. Виспа убили и дазла. Это нормальный фраг, когда они тени убивали на... Да, они не убивали их очень давно, если приглядеться. А секси-бамбу идет дальше. 8-2-5 у него когда? Рейзен. Здесь дуба. Он уходит обратно на блингдагере. Рядом находится Сакс. Если что, он поможет крестом. Солдранк Варио. Так и боится подойти и дать умни слэш. Там еще и крипов. Ну там и крипы, да. Мог бы подойти, даже не стесняясь. Кого-то путь пошла, вход полетела. В общем, не первый раз уже Джиггернаут как-то не удается ему ворваться в драку с умни слэшем. Даже боится подойти, если честно. Да. И именно так. Секси-бамбути временем. Что он себе собирает? А он почти закончил себя гоним. И знаете, для 20 минуты это очень-таки неплохо. В меду прозворачивается драку. Кью. Будут проблемы, хотя Пайкат его... Вот еще и башек прокнул. Это жесть какая-то. Да, умни слэшем удается все-таки забрать. Соответственно, с Лордара. Ну и у ЕГМа будут большие проблемы. Потому что здесь, отсюда, вернее... Радиент's top tower is under attack. Да. 13-22. 13-22. 10 тысяч денег. 12 тысяч опыта. Преимущество команды 4 клевера и лепрекон. 12 тысяч. Слардар. Блин. Форстав. Господи, у них все есть, что им надо. Правда у Дазла нету медальки. ну и ладно как бы полазить незам нужна висп висп глимер кейп он будет очень скоро на самом деле как где-то видно чтобы виспятки который вообще саппорт пятой позиции который носит в воду имел такие вещи тени с огранимом вайпер кримсон уже в руках находится все что нужно для того чтобы брать и устраивать разборки с вражескими башнями вот он теник вот его соответствую час бот бафовать пошел пошел это не пошел или пошел сюда идутся к симбамбу и шейкал шот а он и собирался нападать кстати говоря сейчас него нормально можно дэмэджи выдать при этом не тратим много ресурсов релокейт его чуть обратно егэм чтобы он там не подставлялся дум летит в нику афори все остальные дубу не за страйк кого же он дает а вот касту и касту и обрывается туда пока стали троих дает возможность несколько отступить и скорей дум сплазит нику и вновь егэм тезериться к сакси у сакси проблемы секси бамбу нападает далее ребята под кримсон гвардом дэмэджа надо выжать очень много секса на нем висит крест файк отрывается на рейдзена секси бамбу ищет хоть какую-то цель забрасывается в лэншем solar aquario находится под первым оперстрайкой бежит очень медленно он и является целью сейчас номер один команды форсейл и он падает байбэк от вич доктора довольно таки странный байбэк от вич доктора дальше влет идет по за это это терзко он там был один он супермен конечно но не настолько там ни один не убьет но т2 хотя бы забрали 14 25 счет в итоге и все равно на шаг победе ребята приблизились но пока он не такой большой потому что непосредственно хайграунд ребята еще не зашли сами кстати говоря имеет еще 2-1 вышки у них то времени еще предостаточно обратите внимание не одну вышку спушили за игру mvp а с другой стороны есть на чем подработать у них с одной стороны но вскоре кстати говоря будет еще и рожан ну честно прошло соответственно еще три минуты будет основного времени плюс бонус ставим ребят пока разойдутся по линиям по формат вижен кстати говоря mvp относительно неплохой они видят хотя бы собственный лес и имеют возможность пофармить близ своих линий у них кстати тоже целая линия в топе еще стоит целый это тоже работа для тени с виспом тир один ну это совсем ужас какой-то дорожан за респаунится ровно через четыре минуты ровно четыре минуты это значит ровно через стиле до нас ждет от потрясающие надеюсь драгон рожане раньше раньше не может быть он раньше не появится хотя раньше могут и for sale где-то да например как сейчас миде встрял не и кван дэзвар дум все остальное рядом находится тени динайд его пытается его тут эвакуирует висп отбрасывается он пушаре висп ой курил полностью на базу он сейчас отрегенится с него вскоре спадет дум и это значит что уже попытка нападения команды mvp она неудачная а еще и дуба может стрять через пару секунд будет блин кончарется и секси бамбу к сожалению не успел ничем его забросить но за ним уже здесь бежит пайкат ах не достает он станом дуба уходит за вышку так а вайкат да все конец вообще все назов страйк дуба но тут уже секси бамбу зашел он забрал с рука еще ты один давайте да давно пора было на самом деле с ним здесь расправиться блин это палка которая которая гоним на сексе бамбу это же старая назывался над ряды как-то там с интернешного помыз прошлого да или чуть даже не с позы прошлого она реально как веник выглядела начинает их размахивать типа я пошел вам базу подметать ну сейчас посмотрим подметет или нет на хайграунд зайдут без рошара без аегиса имея ввиду сейчас ребята зайдут против пятерых игроков команды vp феникс вот как выглядит байбеки выглядит интересно а прожимается клей против кэшн стороны команды vp феникс пайкат чуть наперед разведывает там что к чему тфори без думок кстати говоря еще 20 секунд чарльз петит гэма шоку шот в принципе можно начать что а вот все вроде бы неплохо но пайкат отрывается умирает фактически сразу следующий мир отворим до сих пор даже не дождались дума он может погибнуть у вас окси бамбу вряд ли слезет сейчас хотя он успел отбежать нику не дал вайпер страйк что дум что моли дикшн что еще что то они уже на 3 сбринность принимаются за вараки и мало кто вообще может что-то сделать я ожидаю две самые заветные самые две буквы gg кстати говоря соларе еще попался пайкат его нашел на лограунде уходит он blade fury мне кажется ему это не поможет беда конечно ну еще пока не такая большая я бы еще сохранял оптимизм еще есть байбек если что и на байбеках можно будет отыграться правда не слили дум а секси бамбу его на себе не чувствует вообще никак он в пул хп сейчас ходит и несет мид уже так как там барак в принципе сам по себе скоро рухнет его крепы доедят которых сейчас просто не боится команды ходить иначе там прыгнет с ларда вверх падает мидл вышка на боте еще тир-2 напомню вам надо дубу на егэм а не за страйк в егэм а поваршот туда же крест сразу вешает дазл и начинается драка дуба уже в ней погибает дезвард ставится нику отходит порев пытается войти с бэром чтоб максимально хоть что-то сделать но в принципе дум не может дать так переживали и вот пожалуйста откатился валарь что отбрасывается полностью секси бамбу прыгает вперед и это джи джи куа неважно выживет здесь или нет это уже выиграна игра команды форси это опять же превосходный матч и опять же стоит взять на заметку что виспа все-таки нужно банить либо забирать себе либо не отдавать им теника я не знаю хоть что-то да что-то из этой серии потому что тени вис выигрывает вторую карту подряд до 2-0 4 клевера или прикон выигрывает это противостояние best of 2 нас с вами впереди еще ждут и ждет ждет конечно же одно противостояние опять же best of 2 формата мы сначала не знаю у нас будет какая-нибудь